В арсенале робота-музыканта – базовые команды, которые могут пригодиться в быту, и плейлист с песнями. Технологического помощника собрали ученики школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 26. Будущие инженеры спроектировали также бармена и официанта. Материал для проекта изучали в свободное от урока время. Центральной идеей стала действующая кафе в Японии, в котором кофе для посетителей готовит робот Сойер. На приготовление напитка у него уходит от двух до трех минут. И как раз благодаря этим роботам, я думаю, в будущем получится их использовать в быту. Ну и так-то используют в быту, но чтобы официант был, прям в кафе пришел, приехал такой робот. Что вы будете заказывать? И вот как раз все показалось. Собрать роботов школьникам помогал декан факультета информационных систем и технологий УГТО. В этот раз Кирилл Святов прочитал тематическую лекцию. Для него сегодняшние ученики – будущие студенты вуза. Эффект от занятий стал заметен уже после первых уроков. Дети заинтересовались сразу. Многие даже решили поступать в технический университет, чтобы после выпуска работать в кибериндустрии. Во-первых, в этом году у нас достаточно большое количество бюджетных мест, такого никогда не было. И очень важно, чтобы ребята изучали в первую очередь технические науки. Это математика, физика и информатика. Это первое. Второе – это важно не делать основной фокус внимания на ЕГЭ. Это умение решать задачи. Посвятить свой досуг точным наукам ребята смогли благодаря проекту «Добра школа». Федеральное финансирование позволило оснастить специальные классы современным оборудованием. На дополнительные занятия сейчас ходят больше ста учеников с пятого по десятой классы. Этот проект также нам позволил приобрести новейшее современное оборудование. Это и уникальный робототехнический стол, регулируемый уникум. Также современные наборы по робототехнике и ноутбуке. Гуманитариям тоже скучать не приходится. В прошлом году в школу поступил швейно-вышивальные машины для рукоделия. Модели, которые наглядно показывают, как устроен человек и даже динозавр для изучения естествознания и биологии. Всего в Ульяновской области действует 13 коррекционных учебных заведений. Из года в год каждая подключается к федеральной программе и по итогу обновляется для удобства особенных учеников. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.